И в конечном итоге вот как я все это перестроил, все это просто замечательно работает, и сейчас я подробнее объясню каким образом. Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем знакомиться с новыми стратегиями, и сегодня у нас Automation Empire. Это новая и пожалуй единственная игра, которая позволяет уволиться прямо из главного меню, даже не начиная игровой процесс. Кроме шуток, в этой игре нам предстоит построить и управлять огромной промышленной сетью заводов, используя поезда, грузовики и дронов. Игра чем-то напоминает ту же Факторио с ее производственными цепочками и ей подобные игры, которых уже немало. Но если вам интересны новинки в жанре стратегии, то не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, здесь мы их частенько смотрим. В игре есть несколько карт, каждая карта представлена в виде планеты, и каждая планета это по сути отдельный какой-то биом. То есть вот у нас пустыня с высохшей рекой, тут у нас есть река и зеленая карта, далее кратеры, похожие на Марс, береговая линия, опять же зелень с большим количеством воды. Вода тоже участвует в производстве, так что это надо учитывать. Тут у нас есть ледниковая зона, открытое пространство это тоже какая-то степь, озеро такое вот, островок и вулканическая такая планета. Ну и опять же снежный лес. Ну что ж, давайте вот эту первую карту выберем и посмотрим как это все работает. Стартовый режим у нас отключен и начинаем. Итак, мы начинаем с чистого листа, наша задача добывать ресурсы на этой планете и продавать их. Опять же продавать на этой планете, либо на космической станции, но это уже позже. Итак, наша цель на этой карте 25 тысяч килограмм за 3 месяца продать, то бишь 25 тонн за любые 3 месяца. То есть нужно нарастить производство. Мы можем добывать и продавать изначальные ресурсы, то есть руду, но это будет очень дешево. Чтобы что-то было дороже, то надо эту руду очищать, ну и производить потом уже что-то посложнее. Итак, я сейчас возведу какие-то базовые постройки, которые нам помогут продвинуться дальше, ну и потом уже пройдемся по менюшкам. В первую очередь мы строим вот такие вот выезды из скалы, то есть по легенде тут некие такие подземные тоннели по всей планете. И мы делаем выезд из подземли и заезд опять туда же. Таким образом будут курсировать грузовики, на которые мы будем ресурсы грузить и продавать. Так, далее значит строим добычу ресурсов. Она у нас будет, например, вот тут. Так, строим бур, добывающая машина. Далее производство ящиков, то есть из бура у нас будет идти вот в эту конструкцию. Соединяем все это вот такой вот трубой. Не спрашивайте меня, каким образом вообще в трубу подается уголь. Я, конечно, не специалист, но так это тут работает. Вот таким вот образом это все дело передаем. И нужна энергия. Конечно же энергия, где мы построим энергию. Пусть будет тут. Электростанция пошла. И сразу же надо поставить тогда станцию для дронов, чтобы они наши ресурсы... Так, где у нас дроны? Чтобы они наши ресурсы перетаскивали. Пока что одну станцию. Одна станция для дронов предоставляет вычислительную мощность для четырех дронов. Вот так. Так, провода. Линии электропередач поставлены. Все, она уже начала работать. Далее, значит, строим конвейер. Так, вот unload. Вот unload station. Вот таким вот образом. Все в ящики выходят. То есть тут у нас добывает бур руду. Тут эта руда грузится в ящики. Ну, и эти ящики мы потом будем продавать. Так, значит, строим дорогу. Для машины вот такой вот заезд. И все, ждем грузовик. Ну и, конечно же, дронов надо прикупить, чтобы они как раз таскали эти ящики. Пока что четырех хватит. Далее, значит, тут у нас будет высокий приоритет. Ну, давайте средний пока что поставим, не будем делать пока высокий. И все это дело у нас должно работать. Да. Вот дроны пошли за ящиками. Пока игра, как вы понимаете, сырая, контента маловато. И дроны иногда тупят. Друг другу мешают. Летят не туда, куда надо. В общем, все это мы сейчас увидим. Ну и вот, пока у нас ящики с рудой продаются. Сейчас мы пройдемся по менюшкам. Тут у нас технологии нужно будет разблокировать. То есть сначала мы изучаем рафинер. То есть это очищающий завод. Он из руды делает уже чистый ресурс. То есть из угольной руды делает уголь. Из железной руды делает железо. И так далее. Далее мы изучим конвейер. Этот конвейер строится на заводе. Нужно будет строить такой вот завод. И внутри уже строить все производство. Ну а добыча, как вы понимаете, происходит на улице. Далее, значит, интересный момент. Нам нужно изучать, точнее получать очки науки. Чтобы получать очки науки, нам нужно вот эти ресурсы поставлять в некие станции научные. Сейчас мы их увидим. Так, вот они. Исследовательский купол. То есть мы что делаем? Мы строим бур. Вот, например, тут. Далее строим опять же вот эту трубу. Для передачи. Пока что трубы можно строить такие вот, только прямые. У нас нет труб, которые могут поворачивать, заворачивать, то есть вправо-влево. Конвейеров таких тоже нету. Это вообще даже не конвейеры. Это погрузочная-разгрузочная станция, откуда дрона могут забирать или ставить ящики с ресурсами. Конвейеры появятся позже. Вот они тут. Все эти конвейеры. Итак, значит, строим мы что? Мы строим сейчас бак. Маленький контейнер пока что. Вот такой вот. Ну, видите, он начинает уже наполняться потихонечку. И сбура. Далее ставим исследовательские станции. Купола. Вот сюда вот. Опять же, надо это все дело соединять будет. Поставлю три. Так, конечно же, мимо. Продаются они почему-то дороже, чем покупаются. Это такой баг, видимо. Но это все, опять же, исправит еще. И соединяем. Соединяем вот этой трубой. Все это хозяйство. И все. Сейчас у нас будет уголь поставляться вот в эти вот купола. Правда, у меня еще энергия. Энергия не подвигена. К сожалению, в этой игре нет никакой музыки. Так что, если вы слышите музыку, то либо эту музыку наложил я. К тому же, на этапе монтажа. Либо это плод вашего воображения. Как и вся эта игра. И мой канал. Ну что ж, нам, скорее всего, не будет хватать тут угля на все три купола. Но сейчас проверим. Я до этого пробовал играть. Мне на два купола хватало. И тут еще излишек был. Так что, возможно, их хватит. Нет, видите, на третий купол уже не хватает. Тут не написано потребление. То есть, сколько этот купол потребляет. Ну, а добыча написано. То есть, одно единице руды за 10 секунд. Ну и вот, когда очки науки накопятся до вот этой полосы, можно их собрать. Пока придется просто ждать. Поэтому я и хотел построить сначала какие-то базовые постройки. Потом уже рассказывать. Ладно, давайте один купол пока уберем. Может быть, какое-то количество угля тут накопится. Что, конечно, не факт. Далее, значит, по менюшкам. Кроме технологий у нас тут еще есть такая вот менюшка апгрейды. То есть, увеличение скорости... Как это называется-то, господи? Увеличение скорости вагонеток, вот этих когтей, дронов, ну и так далее. Все это можно будет апгрейдить. Уменьшение времени курсирования поездов, машин. То есть, чтобы машины чаще вот сюда приезжали. Пока у нас, видите, довольно-таки далеко от погрузка, вот разгрузки. Так что все это придется потом усовершенствовать в будущем. Можно было тут поближе поставить. Ну ладно, как построил уж, так и построил. Нет, видите, что-то не копится пока что уголь. То есть, хватает ровно на два купола одного добытчика. Далее, значит, помимо апгрейдов у нас есть финансы. То есть, отчет финансовый. Сколько мы получили доходов. Сколько у нас расходов на содержание электростанций. На все здания. И так далее. Далее у нас есть бонусные деньги. Тут я не знаю даже, что это означает. Видимо, цена продажи, да. То есть, если мы продаем, например, конденсаторы, получаем на 20% больше, чем получили бы за ресурсы. И что интересно, тут, конечно, перевод от Prompt. Вы уже это поняли по менюшке «Уволить». Золотое топливо. Так, где-то не... Вот утюг. Это, друзья, утюг. Как вы понимаете, это на самом деле железо. Просто Iron перевели как утюг почему-то. Далее, значит, что у нас еще есть рецепты. Что из чего получается. То есть, из угольной руды через очистительный завод получается уголь. Из железной руды получается утюг. Из золота получается... Из золотой руды получается золото. Ну и так далее. Масло это, как вы понимаете, нефть. Красное зерно. Зеленое зерно. Стальные пластины. Конденсаторы. Золотое топливо. Ясень какой-то. Вот ясень, я даже не знаю, как по-английски будет ясень. Что это означает. Этиловый спирт. Зерновая мука. Ну и сейчас нам остается разве что ждать. Потому что больше мы ничего пока сделать не сможем. Мы можем только поставить еще один бур. Например. Так вот я клонирую объекты. И ставлю подобную постройку вот сюда вот. Так, трубы у нас вот тут. Можно было в сторону вывести. Тут у меня столб мешается. И разгрузка. Вот пока так. Средний приоритет. Все. Сейчас дроны начнут тупить. Потому что они то сюда будут гонять, то сюда будут гонять. Видите, этот дрон идет вот сюда за ящиком. Но ящика тут не было. Если бы тут его не оказалось, то он бы пошел вот сюда. Так, все же давайте я перестрою по-быстрому все эти тоннели. Потому что не так уж, что все дорого и стоят. Все это продается пока что по полной стоимости. То есть возврат 100%. Так что ничего страшного. Теперь будет гораздо лучше. Ну и очки науки у нас уже накопились. Наверное, видите, постоянно горит. Значит, можно уже собрать. Тут еще не накопилось. А нет, накопилось уже. Вот у нас получается 46 тысяч очков науки. Мы можем разблокировать очистительный завод. Разблокировка. Далее копим на конвейеры 45 тысяч очков. И сейчас будем строить завод. Все это пока что, опять же, неудобно сделано. То есть если я сейчас построю завод, то его редактировать уже нельзя будет. А завод это такое вот здание. Крытое. Так, у меня сейчас почему-то ничего не работает. Потому что я тут не назначил опять средний приоритет. Но завод, видите, очень дорого стоит. Так что мне придется подождать, пока у нас больше ресурсов будет продано. Я думаю, стоит попробовать сделать еще один вот такой вот заезд. Только где. Дело в том, что перекрестки тут строить получается, но они не работают. То есть я как-то построю вот так вот дорогу. И вторая машина сюда не поедет. То есть сюда она завернуть не сможет. Поэтому получается, придется строить еще один тоннель, если я хочу. Если я хочу вторую машину, либо придется по этой же дороге вторую машину пустить. То есть сделать этот пидстоп вот тут, загрузку-разгрузку, и так тоже, видите, не получается. То есть выезд с этой дороги тоже никак не сделать. Беда. Так, ну, наверное, я все-таки воспользуюсь багом, чтобы показать вам, как это все дело строится. Потому что тут очень прям придется долго ждать. Иначе... Итак, я заработал немного денег, и теперь мы можем уже начать строить завод. Все-таки у нас второй бур, видите, простаивает, как бы. Надо его тоже использовать. Поэтому сейчас мы этим делом и займемся. Строим завод. Сразу же, наверное, стоит строить его побольше. Пока что как-то так. Так, и проблема в том, что когда мы построили вот это здание, мы уже не сможем его редактировать. То есть как-то расширить, убрать стенки и так далее. В этом проблема. Придется все здание целиком уничтожать, что не очень удобно. Со всеми постройками внутри. Так, вот как это выглядит с улицы. Вот как это выглядит внутри. Тут если камеру поворачиваешь, то стенки сами убираются. Итак, значит, подведем энергию, прежде всего. Вот таким вот образом. И делаем двери. Вот тут. Например, делаем дверку. Заходим внутрь и строим перерабатывающий завод. Точнее, очистительный. Дело в том, что этот завод нельзя строить снаружи. Видите, он тут просто не построится. Это все делается внутри. Ставим его где-то вот тут, например. Далее. И нужно мне разблокировать конвейеры. Они мне уже скоро понадобятся, так что. Собираем очки. Так, конвейеры разблокировать. Сколько у нас? 36. Чтобы вот эти коготь-поезды сделать, то надо разблокировать за 80 очков, да? Еще 80 тысяч надо накопить. Так, далее ставим Unloid Station. То есть, станция разгрузки. Вот сюда вот пойдет. Я думаю, трех хватит. Для начала трех хватит. Даже можно четыре поставить. Остальное можно конвейерами. Потому что эти станции разгрузки стоят 2500. Конвейеры подешевле. А, нет, неправильно я построил. Тут надо делать станцию как раз загрузки. То есть, сюда дрона будут привозить. Так будет правильно. Мы помечаем, какой ресурс сюда привозить. Мы помечаем уголь. Точнее, угольную руду. Вот так вот. Тут она забирается. Да, и угольная руда переводится сюда. Очень важно отметить на станции погрузки, какой ресурс мы принимаем. Потому что иначе с выхода уголь будет... Угольные ящики будут дроны носить вот обратно сюда. Если будет выделено все. Это нам, конечно же, не надо. Поэтому мы отмечаем только угольную руду. С выхода у нас опять же идет конвейер. Либо можно сразу же разгрузку делать. Вот, к примеру, так. Сейчас нужно будет больше дронов. Опять же, можно попробовать вторую поставить... Второй пидстоп. Вот тут вот. И таким образом у нас дрона будут возить. Все это должно работать. Но сейчас мы посмотрим. Так, угольная руда. Сделаем приоритет высоко. То есть, в первую очередь, пусть они таскают вот сюда. На очистительный завод. И только во вторую очередь уже руду продают. Но можно вообще, в принципе, отключить продажу руды обычной. По идее, это да. То есть, тут мы опять же убираем... Оставляем только уголь. Погрузку. Тут то же самое, только уголь. И просто ждем. Тогда придется больше немножечко разгрузочных станций поставить. Во. И побольше дронов. Чтобы было побольше дронов, нужно поставить еще одну станцию. Ну и парочку дронов вот сюда, чтобы они занимались погрузкой. Дальше, что интересно нам, чтобы разблокировать вот эти вот когти поезд. Вы видели, в принципе, их в трейлере, да, как это работает. Нам нужно, помимо 80 тысяч очков науки, нам нужно еще экспортировать 1500 килограмм резов за 3 месяца. То есть, чтобы этого достичь, нужно масштабировать вот это уже готовое производство. То, что у нас сейчас есть. Ну и только потом мы уже разблокируем новые технологии. Чем я сейчас, в принципе, и займусь. Тут, видите, у нас уже ступор. То есть, на вход подается больше, чем на выход. Поэтому мы предпринимаем вот такие действия. Ставим местный коготь. Таким вот образом. Тут у нас будет конвейер, опять же. И сейчас попробуем поставить еще один завод, если он тут войдет, конечно. Вроде бы входит. Ну и тогда, в принципе, можно станцию разгрузки поставить вот где-то тут, поближе. Так, разгрузка будет вот как-то... Можно даже так вот попробовать, да, поставить. Сейчас посмотрим, как это будет. Так, разворот. Не тот. Вот так вот это будет дело. Работать. И здесь тоже мы заворачиваем. В принципе, даже можно не тянуть. Можно поставить вот так вот. А, тут не работает это, да? Таким образом. В общем, так это работать не будет. Надо ставить опять же. Вот этот вот разделитель. И вот таким вот образом перетаскивать. Так, поставлю высокий приоритет разгрузки. Сейчас у меня дроны тут все это дело разгребут. И все будет отлично. И так, я хотел еще прокачать машинки. Давайте-ка мы прокачаем, чтобы быстрее они ездили. Так, 50 тысяч нужно. Забираем очки науки. Так, тут тоже можно собрать. И улучшаем машины. Ну что ж, пока все более-менее работает. Здесь у нас один к одному. То есть, один очиститель на один добытчик должен работать. Тут одна единица руды за 10 секунд. Тут то же самое. В плане переработки, видите, уже машины начали ездить быстрее. Гораздо быстрее. Это прям огонь. Вот одна машина, видите, не успела заехать сюда и просто порожняком идет. Это беда. Это проблема. Так что придется, наверное, тут еще одну штуку поставить. Ну и с другой стороны мы, в принципе, можем то же самое организовать. То есть, с двух сторон организовать добычу. Пока у нас какие результаты вообще? Пока у нас только 500 килограмм. За три месяца экспортируется. То есть, нам нужно полторы тысячи. В общем, на следующую технологию тут у нас стоили подсказки. Как это все вообще строить. Если что, можно полистать, почитать. Тут вот интересная схема погрузки через вот эти когти. Надо будет попробовать построить. В будущем. Ну и другие технологии тут стоят очень дорого. То есть, тут, видите, 500 тысяч очков науки. Это у нас некий удаленный разъем. Судя по всему, какие-то подземные трубы. Дальше комбайнер. Это соединитель. Так, очищенные ресурсы в более тяжелые ресурсы. Можно превратить. То есть, уголь и железо во что-то. Встали, наверное, да. Или просто это уплотнитель какой-то. Такие вот дела. Нефтяная вышка, как видите. Тут дальше у нас поезд. Будет еще есть ракета. Ракета нужна как раз, чтобы продавать ресурсы на космической станции. На галактическом рынке написано. Там они дороже просто. Далее, значит, блокировка ящиков. Это какие-то логические элементы. Грузовик, погрузчик. Тут у нас будет фирма и теплица. Ну, это пока что все, видимо, в бете. И все эти здания вот тут находятся в этих менюшках. Пока что не разблокированы. Так, у нас уже трек-шахты, между прочим, можно использовать. Итак, сейчас мы с вами кое-что попробуем сделать. То есть, транспортировать ресурсы с помощью вагонеток. Поскольку у нас труб изгибающихся нет пока что. Надо сначала сделать резервуар. Вот тут, чтобы копилось. Чтобы руда накапливалась. Так, может быть, даже сделаем как? Поставим резервуар вот с той стороны. Вот тут вот. Так, соединитель. Все, начинает наполняться. Далее ставим вот такой кран, чтобы все это дело выливалось в вагонетку. Строим железную дорогу. Пойдет она отсюда. Далее, значит, тут у нас будет прием. То есть, мы вот в этот производитель ящиков будем подавать руду. Для этого ставим опять же резервуар. Вот сюда вот. Тут не очень удобно это все подгонять. На самом-то деле. Далее, значит, забор. Забирать будем отсюда. И теперь встроим железную дорогу. Вот как-то так. Ну, почти получилось, да? Ну, конечно, можно и так вот сделать. Не важно. Можно сделать, конечно, вообще круговую дорогу. Попробовать. Ну, фиг знает пока. Пока сделаем простую. Потом уже сделаем закольцованную. Все. Далее, значит, пускаем сюда вагонетку. Добавить. И вагонетка у нас набирается. И идет сюда. Тут забор идет. И все идет в производитель ящиков. Пробую сделать кольцо. Вот такое вот. И можно будет несколько вагонеток пустить. Так, добавить одну. Добавить вторую. Нет. Тут у нас такой вот пояс будет, да? Понятно. Я думал, они будут по отдельности ездить, но... Не тут-то было. Вторая почему-то не набирается. Потому что добываться не успевает, да? Да, потому что у нас добыча не слишком сильная, поэтому... Слегка не успевает набираться. Ресурс-то необходимый. Ну, а на чем? Давайте тогда уберем одну вагонетку. В любом случае, за закольцованная дорога выглядит гораздо интереснее. Так, тут у нас еще раз собрать ресурсы. Можно удалить, в принципе, эту лабораторию. У нас уже тысяча килограмм в три месяца экспорт, так что мы уже близки к нашей цели. Итак, я предлагаю сделать еще парочку вот этих заводов. Потому что очевидно, что тут у нас некий простой происходит. Только как мне сейчас копти делать? Интересно, вот так только. Ну, уже пошустрее, да? Уже чуток пошустрее. Так, ведем конвейер вот сюда. И строим коготь вот тут. Должно работать. Но конвейеры слишком медленные, да? Так, у нас есть апгрейд конвейеров? Апгрейда конвейеров, по-моему, нет. Только вагонеток. Вагонеток и когтей, да? Ну что, беда. Ну, в общем-то, можно вдоль этой стенки построить вот такую вот разгрузку. Будет гораздо, даже, я думаю, интереснее. Пока можно удалить. Только нужно, опять же, приоритеты настраивать каждый раз. Так, приоритеты высоко. Все, все, должны сейчас забирать. Опять же, парочку дверок. И все просто отлично. Итак, у нас уже экспорт 1260 килограмм. Я, в общем-то, не буду ждать. Я просто построю еще одну все-таки добычу. Вот на этом краю. И будет все гораздо быстрее работать. И так, здесь я наворотил вот такую конструкцию. У нас три бура. Добывают угольную руду. Все это грузится в баки. Из баков все это будет грузиться на тележки. И из тележек потом уже вот сюда. В производитель ящиков. Отсюда ящики выходят. Дроны их тащат вот сюда. И конвейеры доставляют их до очистительных заводов. Как-то так. Итак, заказываем парочку тележек. Смотрим, как это все будет работать. Загрузка пошла. Но надо три тележки, да? Две тележки как минимум делать. Друг за другом. Тут у нас быстрее гораздо загружается. Так что, наверное, все-таки три. Раз у нас три бура. Это все скоро у нас разгребется, я думаю. И потом уже будет нормально все это дело курсировать. Сбалансировано. Пока что у меня тут избыток накопился. Видите, очень быстро она тут опустошается. В общем, понаблюдаем. Также нужны новые дроны. Сколько у меня там дрон-станции-то? Надо поставить еще одну. И еще четыре дрона вот сюда. Так, у меня надо еще этих. Приоритеты поставить, да? Средний приоритет. Тут только угольная руда. Откуда они полетели, а? Дроны тупые. Их нельзя никак привязать. Привязать к конкретной точке. Они просто по всей карте будут летать. Это не очень удобно. Возможно, стоит все это вообще в одно место свозить, да? Чтобы дрона были только в одном месте в каком-то. Чтобы не летали по всей карте. Но это надо все спланировать тщательнее. Ладно, займемся потом. Сейчас пока что. Организуем вот такую подобную линию разгрузки. Так, здесь у нас будет конвейер забирать. И вот сюда грузить. Далее поворот. И погрузочная станция. Точнее, когти. Когти-погрузчики. Так, что у меня не работает? Скажите мне, пожалуйста. Угольная руда, да? Что у нас в чем? Угольная руда должна быть. Приоритет высокий. Или средний? Нет, на высокий. Ставить для производства там. Да, все-таки тут средний приоритет. О, нормально. Сейчас должно работать все. Сейчас у нас вот очередь забьется. И у нас будет уже на второй подаваться. Так, наверное, мы сделаем как? В принципе, наверное, стоит вот сделать так, чтобы лучше это работало. Вот это очень долго будет доходить до третьего. Во, нормально. Ну, почти что, да, почти. На самом деле, очень плохо в этой игре, что все завязано на дронах. То есть, без дронов никак. Вот на такое расстояние приходится их использовать. То есть, никаких других механизмов пока что я не вижу. Получается, надо всех дронов, если в одном месте собирать, то вот одну такую штуку. Один производитель ящиков ставит где-нибудь тут. И из него будут носить дроны вот сюда, вот в эту переработку. И потом уже с вот этого конвейера на машину. Но все это в одном месте собрать достаточно трудно и будет очень неудобно. К тому же, если всю карту застраивать, а надо будет ее в будущем всю застраивать. То есть, неужели у нас предполагается, что всего лишь один завод будет на всю карту, да? То есть, наверное, тут центральный завод. Все дроны только по нему будут курсировать. Возможно, так. А все остальное будет вот по таким вот передвигаться вагонеткам. По железной дороге, по поездам, возможно. Ну и можно, опять же, у дронов увеличить скорость движения. Это стоит не так уж и дорого. У нас уже очков науки полно. Только успевай, собирай. Так что можно дронов ускорить. Ну что ж, я думаю, сейчас мы в легкую доберемся до экспорта в полторы тысячи килограммов в месяц. Возьмем вот эти вот когти. И в конечном итоге, вот как я все это перестроил. Все это просто замечательно работает. И сейчас я подробнее объясню, каким образом. Итак, добыча ресурсов у нас организована по одному типу. То есть, у нас бур. Все это добывает и загружает в бак. Из бака все это грузится в вагонетку. И из вагонетки отдают вот в такие большие баки. Большие баки с двух сторон у нас соединены с основным кольцом. Основное кольцо нужно как раз, чтобы ресурсы собирать с нескольких мест добычи. И отдавать вот в этот основной большой бак. Ящики с рудой у нас производятся только в одном месте. То есть, тут. И все это потом идет в завод. На заводе производится у нас из угольной руды, собственно, уголь. И уголь у нас идет вот сюда. Отсюда все загружается в машины, в грузовики и уезжает. Таким образом, все сделано так, чтобы дроны были примерно в одном месте. То есть, чтобы по всей карте они не летали. И они работают гораздо лучше. Причем очень важно, знаете, чтобы дроны летали все-таки на некоторое расстояние. Потому что, если впритык к стенке завода построить вот эти вот конвейеры разгрузки, то они будут толпиться около дверей, друг другу мешать очень сильно. Так что, все-таки какое-то расстояние должно быть. Очень, на самом деле, смешно получилось. Пока я монтировал видос, я пересмотрел трейлер этой игры. И оказалось, что можно железную дорогу заводить внутрь завода. Хотя с конвейерами это не работает. Вот эти конвейеры можно только внутри завода строить. Вот эти вот станции погрузочные, загрузочные, их нельзя завести или вывести. Только с железной дорогой это работает. И получилось даже без дронов. То есть, у нас дроны только на погрузке работают. Больше нигде. Теперь все работает даже гораздо лучше и быстрее. Ну что ж, я думаю, что для первого эпизода достаточно, чтобы составить представление, что вообще за игра, как тут все работает. Пишите свои впечатления в комментариях, ставьте лайки, если видео вам понравилось, если вы ждете продолжения по этой игре на канале. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Мы здесь смотрим различные интересные стратежки. С вами был Антик, всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok